Стоят и покорно ждут, чтобы просто зайти в здание 14-й поликлиники. Но три битком один вышел и только потом зашел другой. Люди с кашлем и температурой пытаются взглядом продвинуть очередь в регистратуру. Ждать приходится часами, но это совсем не гарантия, что человек попадет сегодня к врачу. Стоим, 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 стоим. Еще здесь надо постоять. Еще достанет, встал он или нет. Не могу уже говорить даже. Уже мы начисали. Сколько час мы ездили уже на улице. Находимся. Это ненормально. У меня неделя температура, я вынужден сам сюда прийти. А врача вызывали надо? Не идут. Я скорую как-то вызывал, почти сутки ждал, так и не дождался. Всю ночь мокрый, сейчас стоит мокрый с температурой. Вот еще постоим сейчас на холоде. А куда деваться? Другого способа нет. Слава богу, хоть еще плюсовая температура. Не знаю, как дальше будет. На улице умирать будут? Да, будем умирать здесь, что теперь? На улице. А пациентам с признаками коронавируса, которые отстаивают, такие очереди могут и отказать в тесте на ковид. Его приходится добиваться сбоем даже пожилым и известным людям. К примеру, писателю Анатолию Кириллину отказали в Москве, в первой поликлинике, а ему нужно ежемесячно сдавать этот анализ, чтобы проходить лечение в онкодиспансере. Не может же министр вмешиваться, так сказать, вот из-за всего этого каждый раз лично для Кириллина. Да мне неловко, ибо я точно знаю, что у других людей такие же проблемы. Нет, 26 числа надо идти сдавать анализы. Для того, чтобы 29-го продлить или выписать новое направление на дневной стационар в онкологии. Так у меня есть, так я не знаю. До поликлиники поселка Южное мы сегодня не доехали, но в социальных сетях опубликовали фото гигантских очередей у дверей единственной десятой. Внутри медучреждения около сотни человек. Ни о какой социальной дистанции не может быть и речи, возмущаются люди. Эпид-обстановка в городе, в крае по-прежнему неблагоприятная. Количество внебольничных пневмоний выросло в семь раз, при этом врачей больше не стало. Так что как долго такие очереди будут нормой, вопрос пока риторический. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.